Любой язык, к которому я вынужден прибегнуть Для того, чтобы это выразить Это язык бухгалтерского учёта В том смысле, что он абсолютно контовый Всё, что я говорю, это не о том Не про то и не про меня Вот этими людьми Оно смотрит киношку матрицы А этим завоёвывает мир Ну пару раз Ну тут уж теперь не удержались Воздерживались, воздерживались, но приходят Пошёл 15-й день карантина Завыли волки в моей квартире Так сказать, нормальные люди Себя быстро и сразу убивают Чтобы смерть была лёгкая и быстрая А эти садисты Я знаю один язык Ну, то есть, английский я знаю Ну, с носителями никогда не общался И считаю, что я его не знаю Вот, то есть, ну, на уровне там школы Грубо говоря, старше Я так понимаю, вот вы знаете несколько языков, да? Если вы учились в английском вузе То уже, я так понимаю, английский, русский Как минимум Может быть, ещё какие-то языки Вот, насколько Вот, это разный опыт Насколько опыт знания новых каких-то слов Может расширить мой реальный мир Ну, как реальный В кавычках реальный Внутренний мир Это больная тема, надо сказать Очень, очень правильно вы всё говорите Очень болезненная и мучительная тема Тема языковой ненейтральности И языковой относительности Есть такое понятие даже Языковой относительности Философия языка этим тоже активно занималась Значит, вот Было бы действительно прекрасно Если бы Свершилась такая утопия К сожалению, это утопия Согласно которой, например Мы считали бы, что вот Есть одна реальность Как таковая А есть разные языки описания Ну, например, есть русский язык Есть английский язык Есть китайский язык И да, в русском языке Чашка – это чашка В английском языке Это не этот набор звуков А кап А в китайском ещё как-нибудь И, в общем-то, неприятно Потому что нельзя просто Англичанин не может просто встретить китайца Где-нибудь Если, например, англичанин не говорит На китайском, а китайский на английском Нельзя просто взять и сразу начать Сговаривать друг с другом Но проблема быстро устранится Потому что вот вы вместе сейчас Подойдёте к одной и той же чашке Покажете на неё пальцем И англичанин произнесёт Кап, а русский произнесёт Чашка, а китай – это ещё что-то И всё И вот проблема устранена Вы опять как бы живёте в одной реальности Это утопия Потому что языки Не соотносятся с реальностью Вот таким грубым схематическим образом Звукосочетание Одно звукосочетание – одна вещь И дело даже не в том Что, конечно же, языковая реальность Не состоит из одних только вещей Есть же ещё сложные абстрактные понятия На что я буду показывать, когда я говорю «любовь» На что я буду показывать пальцем, когда я говорю «тенденция» На что я буду показывать пальцем, когда я говорю «закономерность» Или «причины» Может быть, в этом проблема Что есть абстрактные понятия На них нельзя показать пальцем Поэтому китайцы с англичанином Не могут оказаться в одной реальности В этом, так сказать, градус сложности проблемы Но и не в этом тоже. Проблема еще более запущена. Она запущена потому, что, ну, отличный пример, в русском языке, как мы говорим крепкий чай, мы говорим крепкий чай. Если вы захотите носителю языка, который передержал вам пакетик Липтона в чае, сказать, что что-то как-то крепковат, вы пьете обычно поразбавленней, вы начнете думать, как бы мне ему это сказать? И как бы вы, например, сказали? Ну, может быть, вы знаете правильный ответ. Как бы вы в ситуации вышли? Я ему бы сказал, что слишком цветной, слишком темный. А, вы бы сказали, что слишком темный. Ага, хорошо. Это даже лучше. Потому что, в принципе, вот люди, которые доверились этой утопии, они могут пытаться переводить буквально. И можно, например, сказать, так, крепкий, значит, мысленно листаю словарь, как по-английски крепкий. Крепкая ума там. Strong. Абсолютно точно. И вы можете сказать, this tea is hard. И это очень странно. Он на вас носитель языка будет смотреть чрезвычайно удивленно, потому что крепкий чай – это strong tea. Сильный чай, по сути, strong tea. Да, если переводить буквально, это сильный. Но это не сильный. И проблема заключается в том, что вообще нейтрального перевода не существует. Иногда бывают счастливые попадания. Ну, что значит иногда? Дальше вопрос статистики. То есть бывают счастливые попадания, бывает полное отсутствие, именно когда человек начинает говорить на другом языке, он мгновет, так сказать, проблема номер один, когда ему говорят, ты хорошо говоришь по-английски, но у тебя русский-английский. Что значит русский-английский? Ты просто всю ткань русского языка берешь и последовательно переводишь на английский. Ты работаешь как плохой гугл-переводчик, там, самого первого поколения. Да. А проблема заключается в том, что перевод вообще не так устроен. Проблема заключается в том, что у каждого языка свои отношения с реальностью. И не отражающие, а формирующие. Потому что англоязычное сознание живет в своей языковой реальности. Оно живет в реальности strong-t. Это, в общем-то, другая, не просто поэтика, это другие образы, это другие связи. Вообще связи карта, все связи внутри языка в широком смысле, в смысле понимания того, как строится именно картография моего понимания, моего пребывания в мире. Для англоязычного или русскоязычного сознания это разные вещи. И если мы берем языки, когда дальше это работа лингвистов, если они берут языки, которые в каких-то своих корневых основах более-менее сходны, то мы получим более-менее такие коррелирующие с другом реальности. Если они и в корневых основах разнятся, это на полном серьезе разной реальности. Я так условно могу сказать, что есть какая-то, назовем ее, конструкция языка, которая для нас не очевидна. И здесь это тоже к нашему разговору пишется, потому что я так понимаю, что это тоже карта. Если что-то нет в моем языке, я этого просто не вижу, насколько я понимаю. Я этого просто... У меня мозг это исключает из реальности, из той, которая существует. Вот я могу это видеть, но для меня это будет все вот, я не знаю, помазано одной краской. То есть дерево не дерево, река не река. Правильно. Есть такой секрет. Вот его открыла именно структурная лингвистика, но не суть. Вот. Ну, многие лингвисты с этим соглашаются, даже если они не работают именно в школе структурной лингвистики. Такой секрет, который вот заключается в том, что эффект смысла, эффект значения, что такое значение в языке. Обычно, опять же, наивно мы считаем, что значением чашки, вот чашки, вот если вы меня спросите, что такое чашка, я должна вам вот эту штуку показать. И знак с объектом соотносится как объект с вещью. Но секрет вот этот лингвистический заключается в том, что знаки для того, чтобы означать, соотносятся не с вещами напрямую, а с другими знаками внутри самого языка. Еще хороший пример, его Витгенштейн приводил, пример со словом «ходить». Что значит дать определение слову «ходить»? Можно сказать, уходить, перемещаться в пространстве. Ну, можно так. Перемещаться в пространстве. Да. Ну, видите, ходят часы. В русском языке часы ходят. Ну да. В английском языке часы не ходят. Пароходы ходят. Да, пароходы ходят. То есть лингвисты обнаружили такую неприятную для нелингвистов вещь, что значение – это способ употребления в языке. Что такое значение? Это просто знание того, как Витгенштейн говорил, знание того, как вхождение всех объектов в факт. Это не на лингвистическом языке, а на логическом языке. Аналогически пытался это объяснить. А лингвисты бы сказали, что знать значение – это значит знать, в каких случаях использовать эту языковую конструкцию. И когда мы научаемся говорить, мы просто знаем, в каких случаях, что и как говорится. И когда мы поясняем значение, ну, конечно, не таких простых слов, как стол или табуретка. Есть ощущение, что откуда у нас возникает эта иллюзия, что знак соотносится с вещью. Ну, потому что если у вас ребёнок спросит, что такое мяч, вы простейшим образом решите задачу, вы покажете ему мяч. И из этой тривиальной ситуации у нас возникает ощущение, что когда вы понимаете, что такое закономерность, или когда вы понимаете, что такое тенденция, или когда вы понимаете, что такое сознание, вы тоже на что-то когда-то показали. Но вам никто никогда не тыкал пальцем ни в тенденцию, ни в закономерность, ни в познание. Вы просто научились контекстуальным образом использовать эти абстрактные понятия. И для вас знание того, что это такое, это отсылка к другим языковым конструкциям. И в принципе, ещё, так сказать, если прояснить, это просто знание того, в каких ситуациях вы это будете говорить. Поэтому так переводить. Потому что англичане знают свою карту, так сказать, языковой местности. Они знают, что они будут говорить в определённой ситуации. А русскоязычный человек в этой ситуации говорит другие вещи. И поэтому часто буквально перевод не работает. Он, конечно, на самом деле, как говорится, вот всё, что я сейчас говорю, да, вот все эти правила лингвистические, они, конечно, ну, они действительно, наверное, такие, но они бесконечно обогащены каким-то, какой-то огромной креативностью. То есть всё действительно так, но такое впечатление, что мы, как языковые существа, можем с какой-то огромной скоростью подбирать какие-то новые конструкции и как-то, короче говоря, ориентироваться в неопределённой ситуации. То есть похоже, что мы всегда выполняем это правило, вот эти правила, да, то есть знание того, как говорить. Не соотнесение с горшками, с мечами, а просто знание того, как говорить в определённой ситуации. Но делаем это очень гибко, в условиях большой неопределённости. Что-то начинает проясняться, мне, по крайней мере. Становится, да, ну, как я просто, поймите меня правильно, я, в общем-то, свои тезисы у вас подтверждаю, но это каждый раз приятно. Но они как бы не мои тезисы, я их прочитал, как где-то узнал. Тут это, кстати, к другому вопросу опять. А вообще что-то моё-то может быть? Вот что моё? Вот я же эти мысли, слова, язык, вещи, я же их узнал-то не у себя. Я же их там от мамы, от папы, от друзей, от вас что-то узнал. То есть, в постоянном обмене. То есть, как общество, я, конечно, могу говорить о нашем обществе. Как-то, опять же, как говорить об обществе? Тут уже, это уже другой вопрос. Ну так, а что моё? Вот такой я вопрос хочу вам задать. Если язык, моё миропонимание, миропонимание, не мироощущение, а вот миропонимание, именно когнитивная конструкция, если на такой вообще зверский язык переводить. Вот. То есть, эта модель, вот эта модель, она не моя. Что я в неё могу привнести? Где эта свобода выбора-то? Очень хороший вопрос. Ну, здесь есть такая экстремистская точка зрения. И не уверена, что я под ней подпишусь. Такая более радикальная, более умеренная. Ну, скажем, вот это же очень болезненный вопрос. И, например, некоторые, так сказать, размышляющие над ним, там, учёные, философы, в общем, мыслители. Вот. Но это в основном проблема XX века. они просто склонялись к тому, что, вот как раз эта структура Алина, я несколько раз его упоминала ранее, он очень такую радикальную позицию занял и говорил о том, что о своего ничего нет абсолютно. Вот. Всё то, что в нас вольётся, так сказать, на уровне определённых вот этих структур начальных, то есть нами говорит язык. Например, как носитель русского языка вы будете говорить то, что допускает шаблонизированный русский язык. То есть вы будете говорить только то, что может быть сказано на русском языке. Но вопрос возникает, почему мы все не говорим одно и то же, да, такой наивный немножко вопрос, но, вернее, наоборот, очень правильный. Ну, потому что, скажем, всё выглядит как какая-то огромная библиотека, да, в которой уже, значит, положены туда все, в виде там определенных томиков маленьких, положено всё, что может быть сказано на этом языке. Но какая книжка будет извлечена и зачитана вслух, если угодно, неизвестно. То есть вот вся свобода только на уровне того, что один, значит, будет проговаривать вот эти возможности языка, а другой будет проговаривать другие возможности языка. Но это такая, конечно, очень неправдоподобная теория, потому что, ну, такое ощущение, что всё-таки не настолько всё запущено, то есть мы готовы согласиться с тем, что вот эти языковые средства, которыми я пользуюсь, они, конечно, очень репрессивные, может быть, то есть они сильно меня определяют, но они не могут меня определять на сто процентов. Я, наверное, в ситуации есть. Такая точка зрения тоже присутствует. Для её, кстати, психологи некоторые, может, вам это будет близко, вот, например, Лакан, он вот придерживался вот именно такой позиции, говорил, что человек является невротиком, а только человек является невротиком. Кошки, собаки, ну, домашние, может быть, да, как свидетельствуют некоторые из его психологи. Ну, дики же. Они переняли. Да, человек их невротизирует. А, значит, животные в больной, дикой природе, они вот абсолютно психически здоровы и никакими неврозами не страдают. А почему? Потому что они не говорят. Они не являются языковыми агентами. Так говорит только человек. И почему мы становимся невротиками? Потому что мы никогда не можем выговорить приватное впечатление. Впечатления у меня есть. Они, безусловно, есть, и они носят частный, интимный характер. Но язык, любой причем, любой язык, к которому я вынужден прибегнуть для того, чтобы это выразить, это язык бухгалтерского учета. В том смысле, что он абсолютно контовый, потому что он язык для общего пользования. Что такое язык? Это набор средств для общего пользования. А впечатление всегда индивидуальное. И поэтому, когда вы признаетесь у любви кому-нибудь или еще что-нибудь очень интимное хотите выразить, вы, может быть, как раз хорошо понимаете, о чем идет речь. Потому что вы понимаете, что заезженная фраза «я тебя люблю» совсем, как говорится, снижает градус очень сильно всего происходящего. Миллионы и миллиарды людей до вас говорили. Ну, может быть, чуть с другим интонационным рисунком, но интонационные рисунки все примерно можно, так сказать, достаточно классифицировать. То есть, ну что, как извратиться так, чтобы и языком воспользоваться, и приватное впечатление высказать? Очень сложно, потому что понятия, они общеупотребимы. Именно тут есть как бы глубинный конфликт, который никак нельзя устранить. Он заключается в том, что само устройство языка таково, что язык придуман так, чтобы другой меня понял. Потому что вот напрямую же я эмоцию не могу передать, она действительно радикальна, приватна. А если меня другой понимает, значит, у нас вот язык функционирует как дензнаки, в буквальном смысле, как условные единицы, как некое обещание. И из-за того, что мы вначале договорились, что вот некое понятие будет понимать таким образом. Другой меня понимает. То есть, в принципе, нельзя никаким способом, как бы мы ни старались, свое интимное впечатление передать другому. Вы вынуждены пользоваться языком, но в языке индивидуальные впечатления не живут. Для этих случаев, конечно, придумана художественная литература и поэзия, именно вот, чтобы уйти от понятийного языка. Ну, Лакан бы сказал, что это расширяет наши языковые возможности, но не высвобождает нас настолько, чтобы мы перестали быть невротиками. Почему я невротик? Я всегда не могу выговориться. Все, что я говорю, это не о том, не про то и не про меня. Ну, если честно, я так уже в своей жизни с этим тоже сталкивался. Это такая интересная тема. Есть такое понятие, как пиковые переживания, да? То есть, когда человек, ну, я не знаю, переживает природу себя, что ли, я не знаю, как вот их тоже не объяснишь, о чем речь идет. Вот, это вообще, наверное, пришло к нам из восточной культуры. Вот о ней мы тоже, наверное, немножко поговорим. И вроде бы, как бы, ты какой-то опыт новый получаешь во время пикового переживания. Вот у меня был просто так несколько раз в жизни, когда я получал, ну, полное удовольствие от того, что я здесь. Ну, прям вот круче не бывает. Это прям экстаз. Вот, я не знаю, как это объяснить. У меня слезы текли. Я вот, я не могу, мне не стыдно это говорить. Я мужик, может, нельзя, конечно, так говорить. То есть, скажешь, что за мужик сопливый? Вот, но я это был от удовольствия. Не от того, что мне там плохо было. И это был не сексуальный момент. Это был момент единения меня и природы. ничего больше. И это как бы звучит как бред сумасшедшего. Я этого передать не могу. Никак. Никак я этот опыт передать не могу. Ощущения. Вот. Это один момент. Мой личный. А если взять вообще, я так понимаю, немножко я хочу дополнить. Есть же понятие эмпатии. Ну, на каком-то чувственном уровне я могу ощущать через свой, опять же, опыт, как чувствовать себя другой человек в данный конкретный момент времени. Ну, это, наверное, уже описывается определением сопереживания, да, правильно, или как, сочувствия. Вот. То есть, это сильно дополняет язык на самом деле. Я понимаю, когда собаке плохо. Она ведь не человек. Ну, я понимаю, что ей хреново, или она радуется, или там, у нас есть какая-то связь. Коннект. И этот коннект явно не языковой. Ну, то есть, частично, да, она что-то меня понимает, какие-то слова, что я ей говорю. Но я ее вообще не понимаю на словесном уровне, но вот понимаю ее поведение, ее эмоции, проявление этих эмоций. И у кошки, кстати, то же самое. Вот у кого коты есть домашние. Ну, понятно же, когда он там недовольный какой-нибудь ходит, бурчит, что-нибудь там ворчит. Понятно, что он привычки домашней кошки, вот вы об этом говорили, он у человека берет. Но дело не в этом. Дело в том, что есть какой-то уровень. Вот если мы ограничиваемся чисто языком, то да, вот то, что вы говорите, это прямо вот в точку. На 150%. Но если мы дополним вот этот вот коннект с миром, ну, с природой, с животным, с человеком другим, все становится совершенно другим, но совершенно необъяснимым. И тут, и тут, ладно, у меня был пока другой вопрос, но я, наверное, сейчас лучше к нему перейду. Тут есть в Востоке, в восточных течениях, там, в буддизме, например, понятие недвойственности. Вот что это за понятие, если оно как-то в западной философии? Стоит ли вообще этот термин употреблять? Нет? Нет, стоит тем, кто хорошо знает, о чём идёт речь, знакомый, например, с восточными философиями, с буддизмом. Действительно, это именно термин восточной философии. А что он значит? Ну, в самом общем виде он означает, что нет никакой разделённости на субъект и некий мир, предположительно, находящийся рядом, вне субъекта. То есть нет вот этого классического разделения на субъект и объект. Надо сказать, что западноевропейская философия, она тоже в какой-то момент стала приходить к каким-то похожим идеям, то есть, скажем так, она знакома с этой идеей, но в целом для восточной философии характерно не такое важное значение придавать вот этому разделению на субъект и объект. А западноевропейская философия, она в значительной степени ему доверяет, и в этом отчасти кроется объяснение того, что именно в западноевропейской цивилизации появляется наука в том смысле и в том виде, в котором мы её сейчас знаем, именно естествознание, где вот это разделение на субъекты и объекты, оно такое главенствующее. Конечно, когда учёный препарирует лягушку или там разглядывает микробы в микроскоп, то он, в общем, наверное, про себя не думает, что вот я-то субъект, я исследователь, я субъект, а вот, значит, микроб — это объект. Но если допроситься до его каких-то фундаментальных теоретических установок, которые являются условием возможности того, что он мыслит как учёный, то, в принципе, у него картина мира такая, двойственная. В западноевропейской философии используется термин дуализм. Двойное, да, дуальное, вот субъект, объектный дуализм, говорят. Восток каким-то удивительным образом гораздо раньше понял, что с этой схемой что-то не так. Вот западноевропейской философии понадобилось какое-то время, довольно продолжительное. Ну, надо сказать, что в античной философии этого разделения не было. То есть, действительно, у античной философии было гораздо больше шансов понять Восток, чем у последующей новоевропейской. Потому что, вот я как раз вспоминала Декарта и вообще вот эту новоевропейскую философию, ну, условно, вот от 16 века до 18, очень важный пласт, революционный для западноевропейской цивилизации, рациональности, потому что именно в этот период вообще появляется естествознание впервые, появляется некий совершенно новый уникальный пласт. Что такое естествознание? Это экспериментальное знание. То есть, появляется корпус дисциплин, физика, естественно, вначале, но потом через какое-то время химия. Ну, и дальше все, и дальше она стремительно галлопирующая, вот эта вот наука начинает отпочковывать от себя все больше и больше разных департаментов, как бы мы сейчас сказали, да, и сейчас мы живем в условиях просто мириад и различных научных направлений, но корнем является колыбелью именно вот этот вот период. И вот тогда вот этот субъект, объектный дуализм, он царь и бог, потому что все описывает, проблема, с которой мы начали, проблема реальности, это проблема очень, так сказать, вот субъект, объектное удвоение, потому что до того, пока мы не введем субъекта, у нас как того, кто познает весь мир, да, или вообще там, ну, получает впечатление от мира, мы вообще не поставим этот вопрос, а реально ли то, что мне дается в качестве мира, ну, есть и есть. Для античности, например, этот вопрос так не стоял, потому что самого удвоения не было, и речь шла о том, что вот бытие есть, да, как у Парменито, бытие есть, небытие нет, вот все просто есть. А человек в античности это такое вот существо, действительно, немножко привилегированное, потому что оно наделено разумом, которое, благодаря тому, что оно наделено разумом, способно считывать, да, вот эти вот рациональные установки сущего, мироздания. А в новый европейский период появляется субъект, который привносит погрешность. Вот именно вот этот ненейтральный субъект, который оснащен какой-то своей внутренней жизнью, инструментальной. Какой жизнью? Оформляющей. Тот, кто обладает языком, язык оформляет. Тот, кто обладает определенными когнитивными установками, когнитивные установки оформляет. Короче говоря, вот этим вот инструментальным оборудованием, которое оформляет ту реальность в черном ящике находящийся доступ, который мы никогда не получим, а получим в качестве квази-реальности то, что мы уже оформили. И тут возникает вопрос, как же получить доступ к настоящей реальности? Вот субъекта веку аудиализма. А в восточной философии так вопрос он, если угодно, тоже стоял, но как-то они быстрее поняли, что если допустить, что ощущение субъекта, который каждый из нас испытывает, вначале на уровне ощущения. Сначала впечатление субъективности, потом же идея субъективности. Бог не с этой идеей. Есть впечатление субъективности. К каждому из нас наинагляднейшим и очевиднейшим образом доступно. Если допустить, что это иллюзия, если допустить субъектности, нет. Нет субъекта. То могут получиться очень интересные выводы. Во-первых, сразу схлопнется целый класс нерешаемых парадоксов. Я сейчас уточнить хочу, Диана. Вот нет я, правильно? Нет субъектности, это значит нет я. То есть я — это иллюзия. Вот, собственно, недвойственность, она в этом заключается. Да, да. Да, всё, всё, всё. Это я так, для понимания. Всё правильно, всё правильно. Она недвойственность, то есть есть единый мир. И то, что мы считаем индивидуальным сознанием, то есть что такое я? Я — это индивидуальное сознание. Именно вот моё вот приватное, моя история, мои неповторимые впечатления, которые не могут быть даны другому, вот эта вот замкнутость. Вот это является иллюзией. И согласно идее недвойственности есть просто некий мир, в котором присутствует сознание. Но это сознание мира. То есть по-разному можно интерпретать. Масса же ещё этих течений, и это действительно к специалистам по восточной философике. Но в общем виде речь идёт о такой схеме. Есть некое единое сознание, а вот то, что мы считаем индивидуальным я, это в каком смысле иллюзия? Мы же, помните, мы начали с того, что я же не могу сказать, что мне кажется, что я испытываю радость, или мне кажется, что я испытываю боль. Это, в общем-то, чушь. Здесь есть какое-то логическое противоречие. Восточные философы не так доверяют логическим аргументам, как западные интеллектуалы, но всё-таки интеллектуалы настолько сбрасывают существовав логику. И речь идёт о том, что мы можем, конечно, сохранить вот эту вот несомненность внутреннего измерения. Но вопрос как бы об онтологическом статусе. А насколько это вообще реально? Насколько вот моё вот это вот индивидуальное сознание реально? И речь идёт о том, что это, знаете, ну, такая наиболее яркая метафора, чтобы сразу стало понятно, о чём идёт речь. Это можно назвать сновидениями Бога. То есть, вот, ну, мы там не буквально, да, Бог. Философский. Бог, да, да. То есть сознание мира. Вот есть, или там, как-нибудь ноосфера Вернадского. Вот так есть, опять же, по-разному этот концепт можно толковать самым разным способом. То есть, некое разное сознание, а вот эти вот индивидуальные, так называемые индивидуальные сознания, это просто разные состояния единого сознания. Как расщеплённое, расщеплённое multiple disorder, что называется, да, синдром расщеплённой личности. Так вот, можно перевести, какое-то такое шизофреническое устройство разума. Если вам кажется по понедельникам, что у вас, или мне кажется, да, что по понедельникам я субличность философ, да, по вторникам я субличность совсем другая, бухгалтер. Вопрос, да, а кто из нас реальный? Вот нечто подобное. индивидуальное сознание это субличности, это разные состояния. Вот, если угодно, вот это вот коллективное сознание, да, вот этими людьми оно радуется, а этими людьми оно страдает, да, вот этими людьми оно смотрит, этим человеком, оно смотрит киношку матрицы. Вот, а этим... А этим завоевывает мир. Да, 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 да. Скорее, да. Просто это все очень сильно пишется с тем, с тем, о чем мы с вами говорили по поводу языка. Вот, по поводу культурных, ну, что из этого мое? Вот, что из этого в культуре мое? Вот я вам задавал вопрос. И тут то же самое, вот, а где, собственно говоря, это двойственность или недвойственность? Зачем мне разделять объект-субъект? Настолько ли я отличаюсь от дерева, насколько я нас разделяю? Ну, я так, это уже совсем далеко, но мы же все природы одного мира, мы же все природы, ну, по крайней мере, кирпичики этой планеты, как минимум. Эта мысль такая неочевидная, и к ней так просто прийти-то не получается, потому что нужно себе, получается, наступить на горло, на свое я, которое очень сильно сопротивляется. Говорит, какого фига? Вы что, люди с ума сошли? Аз есмь. Особенно с детскими комплексами люди, он же аз есмь, ему же нужно доказать. Если человек еще не доказал, что он существует, ну, это я уже так, с психологической точки зрения, то у него возникают всякие вот эти вот сложности. как только он доказал сам себе возможность на право существовать в этом мире, у него возникают другие вопросы бытийного характера, но про которые мы с вами говорим. Вот, но это, опять же, такое мое мнение, я не претендую на истину в этом. Да? Нет-нет, совершенно верно. Есть даже такое понятие в каких-то разделах философии психологии. Есть же такой даже раздел, и там есть такое понятие, я сейчас не вспомню точно, что-то вот вроде недосуществующее я, что ли, или нарушение антологии я, то есть связываемое с шизофренией, как правило. То есть, если угодно, философская интерпретация шизофрении. Вот если такое вообще допустить право на существование, что может быть философская интерпретация шизофрении, не психиатрическая, не психологическая, а философская, то вот она нечто подобное говорит, что такое ощущение, что шизофрения является следствием вот этой такой глубинно-когнитивной неуверенности в собственном существовании, в нарушении, который является вообще говоря, логически и более правильным, потому что уверенность в своем существовании, это как уверенность в реальности. Вот мы в эти вещи верим, при этом у нас совершенно ноль оснований для того, чтобы в это верить, но когда мы принимаем совершенно непроверенным способом какие-то вещи, мы получаем возможность уверенного пребывания, мы получаем возможность оптимального функционирования в качестве человека. А вот когда мы начинаем в этих вещах сомневаться, ну на самом деле я сказала человека и засомневалась сама, потому что человек, в зависимости от того, как мы понимаем человека, если мы понимаем человека как мыслящее существо, то скорее как тогда человек должен задаваться этими вопросами как раз, чтобы быть человеком. Поэтому правильнее сказать, что когда мы эти вопросы не задаем, не спрашиваем, а я вообще существует, а реальность вообще существует, мы скорее бесперебойно существуем как вот чисто витальное что-то, ну как животное в хорошем смысле, да, как некая витальная биологическая единица, мы функционируем отлично. Как только начинаются сомнения. Да, кушаем, размножаемся там, мы ходим на работу, зарабатываем деньги, опять размножаемся. Ну то есть... Главное не задавать вопросов. Да, всё делать быстро, чётко и не задавать вопросов. Да. От сомнения порождает эти штуки. Отсюда, кстати, очень интересная интерпретация христианской веры, потому что вот это замечательное понятие веры несёт в себе гораздо больше подсмыслов, чем мы привыкли думать. По большому счёту вера указывает именно на то, что вот, во-первых, во всё фундаментальное можно только верить. Да. Потому что вот если, да, действительно, ну философы так не считают, в принципе. Да, да. Как раз считают, что надо поднять вот эти все культурные смыслы со дна и держать их в подвешенном состоянии, продолжать спрашивать и искать эти аргументы. Но в чём философы тоже готовы согласиться, что именно вот это вот естественное состояние человека как живущего, как пребывающего в мире, возможно только как некое доверие. Во фундаментальным вещам мы доверяем. Я доверяю, что я есть. Я доверяю, что мир есть. Большинство людей, когда об этом не задумывается, ну потому что большинство людей просто не начали думать. Да, им не приходит в голову. А вот это уже обидная мысль. Кстати, вот если она вдруг стала кому-то обидная для наших зрителей, хочу сказать, это вот значит, что что-то внутри вас сопротивляется этой мысли. А если что-то внутри вас сопротивляется этой мысли, значит что-то в этом есть. Надо просто сказать большинство здоровых людей, потому что это здоровое состояние, именно пребывание как живущего. Нужно странное противоестественное усилие, оно противоестественное усилие для того, чтобы этот вопрос задать. Так что здесь большинство не в смысле умоления, а в смысле силы живущей. И слабости тебя не спрашивают. Мне есть такой вопрос, который вы мне написали и сказали, что я там что-то неправильно указал про трансцендентность. Что же тогда опыт трансцендентный, он вообще существует? Нужно про него говорить? Или вообще правильно я определение это произношу? Я вот с абсолютно профанской своей позиции признаюсь, я вольный мыслитель, не философ в плане науки. То есть я где-то что-то понахватался. И поэтому с вами могу говорить на каком-то там своем непонятном уровне. Но честно не знаю. Для меня трансцендентный опыт – это опыт таких внутренних переживаний. То тот, что приобретен опытным путем и который я не могу объяснить. То есть я могу о нем говорить, что он есть. И могу говорить о нем, что его нет. А больше я, в общем-то, ничего вам сказать не могу. Ну да, с этим словечком трансцендентный. Но зрителям совершенно не обязательно вообще все эти термины выучивать. Мне всегда очень неудобно, когда приходится произносить слух. Ладно слово «трансцендентный». Его, в принципе, более-менее люди знают и иногда даже сами употребляют. А вот есть словечко «трансцендентальный», оно сугубо философское. И оно очень сильно пугает. И, в общем, я пока не придумала, на что его заменить. Но оно очень важное. В принципе, часто «трансцендентный» путают с «трансцендентным». «Трансцендентный» в общем виде, во-первых, попроще, чем «трансцендентальный», в общем виде означает буквально «транс», то, что вне. То есть «трансцендентное» – это все, что выходит за пределы. Но философия оговаривает, что не просто за какие-то пределы, и не просто выходит, а то, что радикально выходит за пределы того, с чем можно иметь дело. То есть то, что можно осознать, понять, увидеть. К примеру, жизнь после смерти. То, что радикально выходит за пределы опыта живущих, к примеру. Или другая логика. У нас не может быть другой логики, у нас есть только своя собственная логика, а другую логику, как бы мы ни старались представить, мы представить не можем. Ну или, в принципе, мы, поскольку говорили про реальность, и периодически, пару раз не удержалась, использовала словечко, философское словечко номинальное, тоже кантурское. Ну, может быть, зрители больше знакомы со словом «вещи себе», наверное, тоже слышали. Но это вот, собственно, что это такое? Это, что я говорила, там, «черный ящик». То есть это некий объект или некоторая реальность, некоторый мир сам по себе. Как вот он есть на самом деле, как если бы мы его пока еще никак не оформляли. И вот она тоже трансцендентная такая реальность. Вот посмотреть на мир так, как если бы я на него не смотрел, не своими собственными глазами, посмотреть на то, как мир такой, когда я на него не смотрю, по определению нельзя. Ты же сам смотришь, иначе ты смотришь через свои собственные способности. И поэтому этот мир радикально за пределами восприятия. То есть трансцендентная философия означает то, что, в принципе, не может стать имманентной. Противоположность трансцендентного – это словечко «имманентная». А имманентная – это как раз… Ну, если трансцендентная в самом общем смысле – это внешняя, имманентная в самом общем смысле – это внутренняя. То есть это как раз-таки мой мир, моя реальность, то, что вот я сам оформил. Это вот имманентная. И да, говорят, например, «трансцендентный опыт». Такое можно сказать. Ну, например, говорят «трансцендентный франт про Бога». Ну, потому что Бог – это трансцендентное существо. Традиционно, да, в философии про Бога говорят «трансцендентное», потому что то, что вот находится в ней, в общем, если угодно, привычными способами, то есть теми способами, с помощью которого мы воспринимаем аромат свежесваренного кофе, вот с помощью этих самоспособностей воспринять Бога нельзя. Нужны какие-то другие способности, как минимум, да, потому что это что-то другое, не из этого мира. Вот. Или вот, говорят, «трансцендентный опыт», в смысле какого-нибудь мистического опыта. Вот, кстати говоря, то состояние, которое вы описали, опять же, вопрос выбора языковых средств. Да, философ, ну, скажем так, не все философы, философы бы назвали это мистическим опытом. Какие-нибудь эзотерики бы точно вам сказали, что у вас был мистический опыт, но и некоторые философы могли бы так сказать, да, или там пограничное состояние, кстати, сказали бы, инстанциалисты, вопрос языкового выбора в каком-то смысле. Но вот мистический опыт как таковой, есть другие примеры, например, если не ваш, то часто мистическим опытом называют, ну, какие-то вот действительно паранормальные состояния, как бы те ясновидцы, там, экстрасенсы утверждают, что они вот что-то такое, значит, видят. Ну, вот и можно этому доверять или не доверять, естественно, но если мы как бы говорим о вот этой самой феноменологии, да, никто не может отменить правдивость галлюцинации. Вполне возможно, что никто больше не слышит завывания волков в комнате, когда я пошел 15-й день карантина, завыли волки в моей квартире. Но я-то слышу, я не могу отменить свою, собственно, галлюцинацию. Вот, это вот, ну и можно было бы, например, это назвать мистическим опытом. Это вот трансцендентный, трансцендентный в смысле выходящий за пределы тех привычных способов освоения, которые у нас есть. Это трансцендентный. А трансцендентальный, почему меня в вашем вопросе немножко смутило, потому что вы спрашивали, могу ли я иметь трансцендентный опыт, или могу ли я как-то... Что можно считать, что можно считать трансцендентным опытом. Ну, можно считать опытом, да. Вот, есть словечко трансцендентальный, мне казалось, что, может быть, вы это имели в виду скорее, чем трансцендентный. Трансцендентальный означает вот всё, что, если угодно, вся наша с вами сегодняшняя беседа крутится вокруг темы трансцендентального. Ну, мы молодцы, мы ещё ни разу практически не использовали этот термин, ну, пару раз, ну, тут уж теперь не удержались. Воздерживались, воздерживались, но приходится, пришлось. Значит, трансцендентальные структуры, это, опять же, в самом общем виде, если угодно, вот те самые оформляющие способы, это может быть язык, это может быть опять когнитивные установки, там, наши познавательные способности, да, это могут быть какие-то культурные нормы, много чего, но это вот те системные требования, да, как я использовала эту метафору компьютерную, которые позволяют получить определённый опыт. То есть это те, это ромбики, нарисованные на наших лицах. Вот это трансцендентальные структуры, это вот эти оформляющие способы. И, в принципе, часто говорится, трансцендентальный опыт в смысле того, что я каким-то образом понимаю, что добавляется от меня, что, значит, вот всё-таки связано с тем, что я, собственно, оформил, да, с неким внешним. То есть трансцендентальное часто в таком значении использую, и такой опыт можно иметь, потому что, ну, мы можем, в принципе, обнаружить в себе вот эти трансцендентальные формы. На самом деле про них нельзя много чего знать, их нельзя как-то объёмно описывать. То есть у нас не может быть теории большой об этом, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что я не могу дать определение того, что такое истина прекрасна и так далее, я не могу дать нормальное определение этим вещам, потому что это то, чем я пользуюсь. Я не могу занять метапозицию по отношению к этим структурам и сделать их объектно, потому что это я сам. Я сам прошит вот этими структурами, да, и я не могу занять внешнее к ним положение, но я, в принципе, их могу в себе обнаружить. А если вы спрашиваете, можно ли иметь трансцендентный опыт, то есть можно ли пробиться к тому, что находится вне меня всё-таки, да, можно ли посмотреть на реальность такой, как она есть сама по себе? Ну, если мы всё-таки с вами держимся большинства тех контекстов, которые мы упоминали, то они скептически на это смотрят. То есть пробиться к трансцендентному, посмотреть на трансцендентное глазами самого трансцендентного нельзя. Можно, применяя трансцендентальные вот эти формы, да, наши собственные структуры, языковые или какие-то другие, всегда жить, всегда оказываться в той реальности, которая, в общем-то, вот нам и предписана. Выход за пределы невозможен, согласно вот большинству скептических, ну, философских позиций. Кант, например, считал, выход, да, по сторону всякого возможного опыта, это, как он говорил, это жёсткая табу. Вот. Но мистические учения немножко, вот, может быть, как раз-таки не особо философские, а мистические учения. И, кстати говоря, восточная философия, вот этим она отличается, а западной европейской, она, так сказать, более оптимистично настроена, потому что она полагает, что если, так сказать, вывернуть все вот эти наши оформляющие шестерёнки, отключить, вырубить рубильник, в буквальном смысле, который всё время это всё оформляет, отключить оформляющую машину. Которая ярлыки ставит. Да. Да. Тогда вы просто разом окажетесь в этой трансцендентной реальности. Для философов это на грани фола мысленный эксперимент, потому что он скажет, что вы просто нигде не окажетесь, вы вырубите сами себя. Но занимается восточная практика в нервонических, что делает медитативная процедура? Она последовательно отключает вот эти трансцендентальные модули. Да, да. В какой-то момент вы где-то окажетесь. Западная философия скептически настроена, она говорит, что, ну, так сказать, нормальные люди себя быстро и сразу убивают, чтобы смерть была лёгкая и быстрая, а эти садисты себя потихоньку убивают. Но и в том, и в другом случае речь идёт просто об убийстве. То есть ничего, кроме смерти самого субъекта, вместе со всей реальностью, которая ему полагается и причитается, вы ничего не получите. Ну, никто не знает, на самом деле, это ли достоверно. Совершенно верно. Хорошие философы говорят, что самая правильная позиция – это позиция умолчания. В данной ситуации воздержание, отсуждение. Именно потому, что мы не знаем, не знаем, как это будет выглядеть. Ну, а пока – пока.